Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 26 августа. Понедельник. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Вечером 25 августа в районе арабской деревни Марах-Рабах в гражданском автобусе взорвалась бомба. Продлен арест основателя Телеграм Павла Дурова. Два авианосца США останутся в регионе, чтобы защищать Израиль. Украинские беспилотники атаковали вчера российские города Саратов и Энгельс. С начала наступления ВСУ в Курской области в плен попали не менее 247 российских солдат. До 200 человек погибли, еще 140 пострадали в результате нападения боевиков в Буркино-Фасо. В Москве задержали мужчину, сбросившего жену с ребенком с 16 этажа. Шведский прыгун с шестом Арман Дю Плантис вновь побил свой мировой рекорд. Это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Вечером 25 августа в районе арабской деревни Марах-Рабах в гражданском автобусе взорвалась бомба. Это произошло неподалеку от поселения Тикоа. Автобус получил повреждения. Пострадавших не было, сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля. Сахал преследует подозреваемых в установке взрывного устройства и разворачивают блокпосты на дорогах в этом районе. Еще один транспортный теракт произошел вчера возле Ариэля. Службы безопасности Израиля ведут расследование обстоятельств инцидента на перекрестке Ариэль в Самарии, где была совершена попытка наезда на военнослужащих. Пострадал израильтянин, террористы ликвидированы. Согласно первым сообщениям с места событий водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками, двигавшийся по встречной полосе, попытался врезаться в армейский сторожевой пост и совершил столкновение с израильскими машинами. Легкое ранение получил 39-летний израильтянин. 68-летней женщине понадобилась медицинская помощь для вывода из шокового состояния. 26 августа суд во Франции продлил содержание под стражей основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова на 48 часов. Задержание может длиться максимум 96 часов, по истечении которых судья должен будет либо отпустить Дурова на свободу либо выдвинуть обвинение. В особо тяжелых случаях, как например торговля наркотиками или терроризм, содержание под стражей может быть доведено до 120 или 144 часов. Посольство России во Франции сообщило, что российские дипломаты потребовали от французских властей предоставить консульский доступ к задержанному. Но поскольку у Дурова есть также французское гражданство, Франция вправе этого не делать. Два авианосца США останутся в регионе, чтобы защищать Израиль. Вчера 25 августа министр обороны США Ллойд Остин поговорил по телефону со своим израильским коллегой Яавом Галлантом. Остин сообщил, что он приказал двум авианосцам США и сопровождающим их кораблям поддержки остаться на Ближнем Востоке, чтобы помочь защитить Израиль. Кроме того, вечером 25 августа в Израиль прибыл начальник Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун. Он встретился с начальником Генштаба Израиля Герцей Халеви и министром обороны Яавом Галлантом. Они обсудили вопросы безопасности и стратегии, связанные с совместным развертыванием сил в регионе в рамках реагирования на угрозы на Ближнем Востоке. Украинские беспилотники атаковали вчера российские города Саратов и Энгельс. Поврежден жилой комплекс, который называют самым высоким в Поволжье. В результате есть пострадавшие, одна местная жительница госпитализирована в тяжелом состоянии. В региональном Минздраве сообщили, что всего в результате атаки БПЛА в Саратове пострадали 4 человека. В местном аэропорту из-за атаки дронов были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В Энгельсе беспилотник попал в многоэтажный дом на улице Пушкина. Еще 4 частных дома повреждены в результате атаки БПЛА в поселке Прибрежный Энгельского района, добавил губернатор. Минобороны РФ заявила, что за ночь средства ПВО перехватили 20 украинских беспилотников над семью российскими регионами. С начала наступления ВСУ в Курской области в плен попали не менее 247 российских солдат. Украинские военные с момента наступления в Курской области взяли в плен более 240 российских солдат, сообщила газета Washington Post 25 августа. Журналисты издания проанализировали более 130 фотографий видеозаписей, сделанных с начала наступления 6 августа. В своем анализе они учитывали видеозаписи из соцсетей, которые сняли украинские военные, а также снимки, сделанные фотографом Washington Post в тюрьме, где содержали пленных российских солдат. На верифицированных кадрах журналисты обнаружили сотни российских пленных. С семи видеозаписях, изученных изданием, пленные называют себя призывниками. Газета отметила, что журналисты проверили не все фото и видео с пленными, которые продолжают появляться в сети, и сделала вывод, что реальное число российских солдат, попавших в плен в ходе наступления ВСУ, гораздо выше. До 200 человек погибли, еще 140 пострадали в результате нападения боевиков в Буркино-Фасо. Как сообщается, нападению подверглась коммуна Барсалага. Коммуна Барсалага подверглась нападению вооруженных террористических группировок в субботу, 24 августа. Среди жертв есть мирные жители, солдаты и добровольцы. Также несколько военных пропали без вести. Число жертв очень велико, по данным нескольких источников в органах безопасности, в ходе этой атаки погибли от 100 до 200 человек. Также много пострадавших. По меньшей мере 140 человек были доставлены в медучреждения региона. Напомним, что атаки джихадистов в Буркино-Фасо продолжаются с 2015 года. На борьбу с ними брошены военные и добровольцы. В Москве задержали мужчину, сбросившего жену с ребенком с 16 этажа. Это случилось сегодня утром в жилом комплексе Лефортовопарк на улице Красноказарменной. Под окнами жилого дома обнаружены тело женщины и малолетнего ребенка с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, кратко сообщает столичная прокуратура. Очевидцы рассказывают, что они видели в окне голого мужчину, который выбрасывал на улицу вещи, а затем выбросил женщину и грудного ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Двукратный олимпийский чемпион в прыжках в шестом Арман Дю Плантис вновь установил мировой рекорд в этом виде спорта. Вечером в воскресенье 25 августа на этапе серии Бриллиантовой лига в польском городе Хожуве 24-летний шведский прыгун взял высоту 6 метров 26 сантиметров, обновив собственный рекорд. Спортивные комментаторы назвали это великим днем легкой атлетики. Предыдущий мировой рекорд Дю Плантис установил 5 августа на Олимпиаде в Париже, прыгнув на один сантиметр ниже. Три года назад в Токио Дю Плантису пришлось преодолеть высоту 6 метров 18 сантиметров, чтобы побить мировой рекорд. С тех пор ему удалось еще шесть раз улучшить свое достижение. Сегодня в понедельник 26 августа в Израиле малооблачная. Температура выше средних сезонных показателей. Влажность воздуха по-прежнему высокая. Высота волн в Средиземном море до 80 сантиментов. Температура воздуха в Эйлате 38 градусов тепла, в Ашдоде 32, в Бершеве 36, Хайфе 30, в Иерусалиме 33 и в Тель-Авиве 33 градуса тепла. Во вторник 27 августа существенных изменений не ожидается. В среду и в четверг температура вновь начнет понижаться. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал.